Да, меня напрягали по Крыму. Да, вот как Крым и прочие журналисты украинской политики часто задавали вопрос, что там мы опускали, что там мы говорили. Но главное состоит в том, де-факто это сегодня российская территория. Это сегодня часть России. И последний аргумент я им сказал уже так по-мужски. Если бы вы считали, что это ваша территория, вы бы за нее сражались. Вот я вам должен абсолютно честно, как главнокомандующий вооруженными силами, вот они сидят, мы с ними первыми пойдем, если вдруг, не дай бог, что случится. Не дай бог с юга, востока, с запада на нашу землю ступит кованым сапогом. Хоть одна нога, мы будем воевать за каждую пять. Кто бы сюда не пришел, вы почему не воевали за Крым? У вас там вооруженных сил было больше, чем у России? Ну вы спокойно оттуда ушли. Вы всякими путями и военными, и дипломатическими, и другими не защитили эту землю. Значит, вы ее не считаете, что она ваша? Более того, де-факто она сегодня российская. Можно оспаривать, можно Россию там упрекать в чем-то и так далее. Россия прецеденты называет в мире, я уже говорил, Югославия и другие. Можно ее упрекать, но де-факто это российская. Де-юре нет, потому что нет никаких соглашений, нет международного признания этого и так далее. Вы знаете, что такое де-юре, что такое де-факто. Это нет, и как я могу де-юре об этом говорить? Ну, наверное, это вопрос времени, если и дальше будут так развиваться события. Я тоже об этом сказал. Но когда вы меня спросили, это нормально, это вам нравится? Я говорю, нет, это мне не нравится. Это мне не нравится. Но я задаю следующий вопрос. А почему так произошло? Кто был этому инициатору? Кто допустил, ну как минимум, ошибки и дал повод россиянам действовать таким образом? Больше я сказал, ну что, должны были сидеть и ждать, пока начнут резать наших людей? Русскоязычные, это же не только русские там в чистом виде россияне, это и наши белорусы. И, собственно, украинцы, которые там живут, они тоже русскоязычные, на русском языке разговаривают. Из где-то полутора миллионов, ну миллиона семисот или два там, никто не знает точно сколько в Крыму человек. Там процентов семьдесят. Такого населения. И кто сегодня скажет, что Россия неправильно сделала, что она защитила своих?